Восемь ангелов наблюдают за тобой. А вы знали, что есть восемь ангелов, которых Всевышний Аллах представил каждому человеку с рождения и до смерти? Они сменяют друг друга каждый день во время утреннего и послеобеденного намаза. Вера в ангелов является одним из столпов ислама. Ангелы всегда повинуются Всевышнему Аллаху, любят Господа и трепетно почитают Его. Ангелы созданы из света. Природа этого света неизвестна человеку. Также ангелы лишены желаний и страстей. У них нет пола, то есть среди ангелов нет мужчин и женщин. Их количество невозможно сосчитать, и у каждого из них своя обязанность. Вы знали, что каждый день ангелы делают дуа и просят за людей? К примеру, Всевышний говорит в суре Аш-Шура, «Небеса готовы расколоться сверху, а ангелы возвеличивают хвалой своего Господа и просят прощения для тех верующих, кто на земле». Поистине, Аллах прощающий, милующий. В сборниках Бухарии Муслима передается о том, что пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Ангелы ночи и ангелы дня, охраняющие тебя, сменяют друг друга каждый день во время утреннего и послеобеденного намаза. Каждый раз Всевышний Аллах спрашивает, «В каком состоянии вы оставили моих рабов?» Хотя Всевышний знает ответ, «Я не говоря о том, наш Господь, мы оставили их совершающими намаз», имеется в виду послеобеденный намаз. Знаете, братья и сестры, этот момент заслуживает нашего внимания. Вы бы хотели, чтобы ангелы засвидетельствовали о вас Всевышнему, рассказывая об этих двух состояниях? Или вы хотите, чтобы они сказали, «О Аллах!» Мы оставили их спящими во время утреннего и послеобеденного намаза. Или они оставили свою обязанность, или еще хуже, занимались чем-то постыдным и порицаемым. Каждому из нас представлено четыре ангела в течение дня и четыре ангела ночью. Общее количество составляет восемь ангелов. Первый ангел располагается с нашей правой стороны и записывает наши хорошие деяния. Второй ангел располагается с левой стороны и записывает наши плохие деяния. Эти два ангела наблюдают за нами и фиксируют все, что мы делаем. И они никогда не покидают нас. Всевышний Аллах говорит, «Они знают все о том, что вы делаете. Они также созданы проявляющими милости и сострадание по отношению к людям». В достоверном хадисе передается о том, что ангел справа главнее, чем ангел слева. Когда мусульманин совершает грех, ангел справа говорит ангелу слева, «Подожди, не записывай этот грех». Быть может, он или она раскается. Ангел слева ждет шесть часов, и если человек раскаивается, то грех прощается и ничего не записывается. Если все же человек не раскаивается, то записывается один грех. Тогда как ангел справа за каждое благое деяние по милости Всевышнего записывает по меньшей мере десять вознаграждений. Два других ангела располагаются спереди и позади человека. Ангел, располагающийся впереди человека, защищает его спереди, а тот, кто сзади, защищает его сзади. В Суре Ар-Раат в аяте 11 говорится, «У него, у человека, есть ангелы спереди и сзади, охраняющие его по повелению Аллаха от зла и вреда». Поистине, Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. Если же Аллах пожелает людям зла, ничто этого не предотвратит. Нет у них покровителя, кроме Него, Всевышнего Аллаха. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, рассказывал нам, что эти ангелы охраняют нас, но если только беда не предписана для человека, тогда они отступают, и вершится предопределение Всевышнего в отношении этого человека. Может возникнуть вопрос, а зачем вообще нужны ангелы? Всевышний Аллах не нуждается ни в коме, ни в чем. Его власть и сила абсолютны, однако есть по меньшей мере три причины. Пока это видео существует на просторах Ютуба, каждый, кто был причастен к выходу, получит непрерывное вознаграждение, иншаллах. Станьте и вы частью нашего дарвата, пройдя по ссылке в описании. Да преумножит Аллах ваши благие деяния. Первая причина. Через ангелов Всевышний Аллах проявляет свою власть и величие. Поэтому, когда вы слышите о том количестве ангелов, которые с трепетом поклоняются Всевышнему, во всем повинуются Ему, то к вам приходит осознание могущества и величия Всевышнего. Есть ангелы, которые находятся в состоянии земного поклона Всевышнему с того момента, когда они были созданы. С тех пор они так и не подняли свои головы. В судный день они поднимут свои головы и скажут, «О наш Господь, мы не поклонялись Тебе так, как Ты этого заслуживаешь». Вторая причина. Всевышний Аллах создал этих ангелов с тем, чтобы мы чувствовали себя в комфорте и благополучии, а также наделяя нас достоинствами возвышенностью. Ангелы совершают за нас дуа, берегут и защищают нас, и осознание этого возвышает нас, к примеру, как тех детей, которых защищают родители или старшие братья и сестры. Осознание этого дарует человеку успокоение и комфорт и формирует в человеке чувство благодарности Всевышнему, который так заботится о нас и проявляет безграничную милость. Всевышний придает человеку огромную ценность и значимость, в том числе и через создание ангелов. Третья причина. Всевышний Аллах дает нам знать о том, что вокруг нас есть ангелы, возможно, для того, чтобы мы постыдились и удержали себя от неповиновения Всевышнему, как на людях, так и наедине. Да простит Всевышний нас всех и одарит нас своим благословением. Аминь.